Продолжение следует... Все, спасибо большое. Кирилл, передаю вам слово. Еще раз всем привет. Большое спасибо, что вы к нам сегодня присоединились. Сейчас я включу демонстрацию экрана, и мы с вами посмотрим презентацию и обсудим очень важные, интересные моменты, которые касаются геймдева. Итак, начнем с того, что я преподаватель в Академии, я преподаю разработку игр на Unity. У меня опыт разработки на Unity 3 года. Я создавал как личные проекты, так и проекты в команде. У меня есть опыт разработки коммерческих проектов, монетизации и выкладывания игр на разные платформы и разные площадки. И сегодня в процессе нашего мастер-класса мы с вами познакомимся с игровой индустрией в целом. То есть мы обсудим, как это все у них устроено изнутри. Больше это будет информация именно касая... Больше она будет касаться крупных студий, чтобы мы понимали, как это все устроено. Но также мы обсудим и что делать нам, новичкам. Мы рассмотрим, какие у нас есть актуальные игровые движки, с которых мы можем начать обучение. Объясним, почему Unity оказывается фаворитом в итоге из всех этих возможных выборов. И также будем рассматривать следующие шаги после окончания обучения, как начинающему разработчику себя продвинуть и начать зарабатывать на своих собственных играх. В конце мы с вами рассмотрим интерфейс Unity, чтобы при начале обучения вы не испугались, чтобы вы примерно понимали, как там все устроено. И мы ответим на все вопросы, которые у вас появятся в процессе презентации. И давайте начнем обсуждение игровой индустрии именно с профессии. Поскольку игровая индустрия довольно обширна, по сути, в ней можно работать кем угодно. Там нужны абсолютно все специалисты, которые касаются как разработки, так и введения бизнеса. Я разделил профессии на две группы. Это группа, которая относится к разработке игр, она именно создает какой-то продукт. И группа, которая относится к оперированию уже готового продукта, когда мы игру разработали и нужно с ней что-то сделать. Давайте мы детально познакомимся с каждой группой отдельно. Группа для разработки игры в свою очередь делится на три подгруппы. Это художники, программисты и дизайнеры. В свою очередь, каждая из представленных здесь в качестве примера профессий может подразделяться еще на более мелкие и более специфичные профессии. Поскольку это зависит от того, насколько студия большая. Например, в какой-то студии может быть один художник, который занимается вообще всем. И дизайном персонажей, интерфейса и анимацией. А если мы говорим с вами про крупную студию, то там может быть вплоть до того, что у них есть несколько аниматоров, которые занимаются анимацией техники, анимацией лица, анимацией персонажей отдельно. То есть стоит понимать, что можно быть как узконаправленным специалистом, так и специалистом более таким обширным. Так вот, давайте мы с вами обсудим, какие же есть варианты профессий. Из художников это, конечно же, 2D и 3D художники. Тут все понятно. Мы создаем либо 2D игру, либо 3D. И в данном случае, соответственно, мы делаем либо 2D спрайты наших персонажей и окружения, либо 3D полноценные объекты. Также у художников есть отдельные, которые занимаются UI элементами, то есть создают иконки для интерфейса, красивые кнопочки и так далее. И есть аниматоры, которые создают анимации для уже готовых игровых объектов и персонажей. Анимации создаются как для 3D моделей, так и для 2D моделей. Также анимации могут быть включены в интерфейс. Программисты же более такая крупная группа. И то здесь не все специалисты перечислены, но, кстати, самые главные, самые базовые. Первый, это, конечно же, программисты геймплея. Это разработчик, который занимается созданием какой-то игровой механики. Например, он создает механику перемещения, механику стрельбы или механику инвентаря. А епрограммист, это программист, который занимается разработкой искусственного интеллекта, ну или, вернее, алгоритмом поведения врагов и союзников, чтобы во время игры нам было интересно, чтобы персонажи вели себя как настоящие люди. Также есть программист-аниматор. Он занимается тем, что анимации, которые делает художник, он внедряет непосредственно в игру, поскольку анимацию нужно вовремя активировать. Их нужно правильно между собой объединять, чтобы был плавный переход между анимацией ходьбы и анимацией, например, бега. Также есть UI-программист, который занимается программированием именно интерфейса игры, то есть меню, настройки и так далее. Сетевой программист занимается разработкой кода для взаимодействия с сетевыми функциями. То есть если у нас игра сетевая, то там, соответственно, нужен сетевой код, чтобы данные обменивались между клиентами и сервером. И даже если игра у нас не сетевая, сейчас почти в каждой игре есть сбор данных об игроке, которые собираются и отправляются на какой-то сервис, какое-то облако, и потом их анализируют аналитики. Сетевой программист также этим может заниматься. Есть программист дополнительных механик. Это механики, которые не являются какой-то частью игры непосредственно, то есть не какой-то фичей, но довольно большую роль играют. Например, это механика магазина или механика матчмейкинга, когда программист программирует логику подбора игроков в один матч, чтобы там были игроки примерно с одинаковым уровнем соотношения поражения и побед, чтобы можно было по одному рангу их в матче соединять, чтобы был баланс. И также есть разработчик движка, то есть это разработчик, который создает игровой движок. Крупные студии часто создают свои собственные движки, которые отвечают именно их требованиям. Они себе могут такое позволить, у них есть для этого бюджет. И также потом разработчик может не только создать игровой движок, но и в дальнейшем его поддерживать и создавать инструменты для программистов, чтобы им было проще разрабатывать новые механики. Дизайнеры – это такие более творческие, как и художники-люди. Например, концепт-художник. Он занимается тем, что создает концепты будущей игры. Он отличается от 2D-художника тем, что его задача не создать персонажа интересного, не создать какой-то красивый фон, например, для игры. А он именно пытается воплотить общую идею игры с помощью концепта, с помощью рисунка. Также есть игровой сценарий, который создает сценарий для игры, чтобы у персонажа была мотивация, чтобы был сюжет. Есть также нарративный дизайнер. Это очень сложная специальность, потому что нарратив подразумевает то, что мы передаем игроку какой-то сюжет, какой-то рассказ посредством окружающей обстановки. То есть не говорим ему напрямую через диалог с персонажем или через какой-то закадровый голос. Мы пытаемся показать ему какую-то историю с помощью окружающего мира. Например, наш игрок приезжает в разрушенную деревню, и не признася ни слова, он понимает, что там случилось, кто на нее напал и что плохого произошло. Как раз таки вот передавая сюжетные повороты с помощью окружения. Левел-дизайнер занимается тем, что он проектирует уровни. Он также может быть разделен на отдельных специалистов по свету, отдельных специалистов по составлению пути на уровне. Но в целом он занимается тем, что создает просто уровень, чтобы он был понятен игроку и чтобы он был красивым. И системный дизайнер тоже один из самых важных специалистов, который занимается тем, что проверяет конечную работу художников, программистов и дизайнеров. Потому что, видите, у нас есть художники, которые создают 3D-модель, например, персонажа. У нас есть программист, который создает возможность этому персонажу перемещаться. А левел-дизайнер создает какой-то уровень. И задача системного дизайнера как раз таки сделать так, чтобы размеры персонажа, например, банально, чтобы его ширина плеч помещалась в дверной проем уровня, которую создал левел-дизайнер, поскольку обычно это разработчики никак не обсуждают. И вот как раз таки системный дизайнер, он вводит свои меры длины, чтобы все было по одному стандарту, чтобы у нас не было таких отличий, что у нас слишком большие уровни и слишком маленькие персонажи. Что касается части про оперирование, тут больше взаимодействие, как я уже говорил, именно с конечных продуктов. Это аккаунт-менеджеры. Они занимаются тем, что общаются, что они являются таким неким мостиком между разработчиками и заказчиками игры. Если у нас есть какой-то заказчик, например, инвесторы, которые постоянно должны как-то получать информацию о том, как продвигается разработка игры, какие-то вопросы задавать, причиняющие, может даже как-то влиять на разработку. Бизнес-девелопер занимается тем, что он анализирует рынок, пытается понять, насколько как бизнес-решение эта игра будет выгодна, смотрит на конкуренцию и понимает, насколько вообще текущая игра попадает в тренды. Маркетолог, как понятно, также занимается рынком, но именно рекламированием игры. То есть он ее продвигает на разных платформах и площадках. Проектный менеджер – это человек, который руководит всем этим механизмом. Он может как отчитываться перед заказчиком также, то есть он контролирует сроки работы, выполняемые, и потом передает заказчику готовые результаты игры. Либо же, если заказчика нет и игра зарабатывается в студии самостоятельно, то он просто контролирует выполнение сроков и проверяет, идут ли они в целом к своей конечной цели, продвигаются ли, есть ли какие-то проблемы. Аналитик занимается тем, что анализирует данные. Как это понятно, то есть мы собираем с игроков данные, пока они играют, и потом мы можем по этим данным посмотреть, на каком уровне, например, наш игрок, нашу игру покинул, сколько игроков дошли до конца игры, где у кого какие трудности возникли, какие ошибки возникали. И потом по этой аналитике мы уже можем понять, например, что большая часть игроков покидала игру после второго уровня. То есть, возможно, второй уровень был для них слишком сложный, слишком неинтересный, скучный. И это как раз-таки аналитики помогают разобраться и сделать игру лучше. Комьюнити-менеджер занимается общением с комьюнити, то есть сообществом игроков. Он ведет социальные сети, может какие-то подарки раздавать активным участникам, может предлагать какие-то контракты на рекламу ютуберам и так далее. Киои-тестирование. Ну, это банальное тестирование игры, тестирование конечного продукта, чтобы все ошибки исправить и проверить баланс. И локализатор. Тут тоже понятно, он просто занимается тем, чтобы наша игра была переведена корректно на каждый язык, на который мы хотим опубликовать. Поскольку там у каждого языка есть свои нюансы, каждые слова можно по-разному употреблять, и поэтому локализатор – это тоже отдельная специальность, которая проверяет, насколько корректно было все это организовано. Давайте мы теперь рассмотрим, какие же создания, какие этапы создания игры существуют, как происходит создание от самого начала до релиза. Всего я выделяю 7 главных этапов, и давайте мы про каждый из них поговорим чуть детальнее. Первый этап – это концепт. На этом этапе собираются главные разработчики, если команда небольшая, то собираются все, и начинается брейншторм. То есть мы генерируем идеи какие-то и пытаемся придумать банальную завязку для нашей игры, какую мы хотим ее видеть, что, в общем, пытаемся создать. Мы выбираем жанр, платформу, целевую аудиторию и какой-либо стейтинг. То есть мы примерно генерируем видение игры, такое хотим мы ее в конечном итоге увидеть. И создается специальный дисдок, идеальный документ, в котором все это зафиксировано, чтобы в дальнейшем мы от этого плана не отходили далеко. И на этом этапе как раз-таки специалисты по концепт-арту создают концепт-арты будущей игры, которые отображают общее настроение, общую идею будущей игры. В дальнейшем эти арты либо будут являться основой для разработчиков, то есть они будут на них опираться при создании, либо же их также показывают инвесторам, чтобы их заинтересовать, чтобы привлечь инвестиции в их игре, или же чтобы, опять же, уже к существующим инвесторам просто их убедить в том, что игра стоит того, чтобы в нее инвестировать. Когда все документы согласованы, начинается создание прототипа. Цель прототипа в том, чтобы создать основные механики игры и протестировать их, насколько они будут интересны на практике, потому что на бумаге довольно много игр кажется интересными, но по факту зачастую оказывается так, что в этом может быть просто неинтересно или даже сложно играть. Поэтому зачастую компании создают сразу несколько концептов, сразу несколько прототипов, и потом из них выбирают только один-два, хотя изначально их может быть десять, а то и двадцать. И в данном случае, в данном этапе, мы создаем просто такой уровень из блоков примерный. Мы не занимаемся украшением, мы создаем именно основные механики, чтобы примерно ощутить, как будет себя игра вести уже ближе к реализу. То есть мы просто тестируем игровые механики, которые мы придумали. И если наш прототип оказывается интересным, мы создаем уже следующую версию прототипа. Это называется вертикальный срез. То есть мы создаем игру, которая будет очень близка по своим ощущениям от геймплея к реализной версии. Тут также не будет никакого контента, тут не будет красивых каких-то моделей, но все механики, которые мы запланировали основные, они уже будут реализованы. И в эту игру поиграть, поиграв в эту игру, мы уже сможем примерно понять, точно ли она будет интересная, и насколько большой ее можно сделать. И вот как раз-таки после этого вертикального среза проводится небольшое внутреннее тестирование, когда все понимают, что эта игра либо интересна, либо нет. И если игра оказывается интересной, то приступают к самой долгой части, к созданию контента для игры. Она занимает самое большое время в процессе разработки. Тут создаются 3D-модели персонажей, ну, или же 2D, если у нас 2D-игра. Создаются уровни, создаются сюжет, наполняют всю игру контентом. Зачастую все скрипты, которые были написаны на этапе прототипа, переписываются, потому что там они писаются очень быстро, чтобы поскорее протестировать прототип. А здесь нам уже нужно качество и оптимизация, поэтому обычно полностью с нуля переделывается все, что было создано до этого для тестирования. И, наконец, когда вся игра создана, это очень долгий процесс, когда разработчики считают, что игру готовой, они запускают тестирование. Первым идет закрытое тестирование. Это тестирование может проводиться либо внутри команды разработки, то есть если команда большая, то они сами тестируют свою игру, либо они заказывают тестирование на каком-то аутсорсе, то есть есть отдельные компании, которые занимаются только тестированием игр. Они могут игру отправить им, и они будут ее тестировать. Либо же закрытое тестирование могут проводить с помощью игроков, то есть, например, отсылать какие-то приглашения самым таким лояльным, самым преданным игрокам, и они уже также будут участвовать в тестировании и выявлять самые критичные баги, самые сильные ошибки и нарушение баланса. Все эти ошибки в дальнейшем должны будут исправиться, и можно будет выходить на открытое тестирование. Его еще называют soft launch, потому что, по сути, на открытом тестировании мы уже запускаем наш проект для массовой аудитории. Иногда это ограничивается людьми, которые совершили предзаказ, но зачастую на этом моменте уже все могут в игру поиграть. И здесь главная задача протестировать, насколько игроки заинтересованы в нашей игре без дополнительных каких-то реклам. То есть мы просто смотрим на аналитику, смотрим, сколько у нас людей в эту игру играют, и если нас все устраивает, если ошибки мы дополнительные какие-то нашли, сразу исправили, мы уже можем приступать к финальной части оборудования. Разработки – это к релизу. По сути, релиз – это включение в нашу игру всех основных средств монетизации. То есть до этого мы просто с вами тестировали, насколько игра вообще успешна и заинтересовывает пользователей. Но в моменте релиза наша главная цель – именно коммерция, то есть заработать денег. Мы должны начать нашу игру продавать, запускать рекламные кампании, мы должны запускать внутриигровые покупки или же внутриигровую рекламу, если мы так его монетизируем. И на этапе релиза мы просто уже, получается, занимаемся тем, что готовую игру распространяем и зарабатываем. Так, теперь давайте сразу же перейдем к тому, как же можно перейти от нашего текущего положения дела, когда мы, по сути, не можем создать игру, к тому, как мы можем обучиться и, наконец-таки, включиться в работу по созданию игр. Сначала нам нужно, конечно же, обсудить вопрос обучения. И перед тем, как выбирать, на кого учиться и даже где учиться, нужно понять, какая специальность вас интересует больше всего. Для начала я выбрал бы между тремя специальностями это программист, художник и геймдизайнер, потому что такие отправные точки, от которых уже в дальнейшем идет разделение на более узкие специальности. Специалист-художник занимается тем, что он создает какие-то модели для игры, будь то 2D или 3D. Получить образование можно как в госучреждениях, то есть пойти в обычные художественные училища, либо же также на курсах. Тут очень важно понимать, что у нас есть два направления таких основных, это 2D и 3D. В случае с 2D очень важно уметь рисовать, потому что мы там буквально вручную создаем персонажа, мы его рисуем, и нам нужно иметь базовые навыки создания теней и создания объема для 2D рисунка. В 3D же нам наоборот рисовать совсем не обязательно уметь, но очень важно уметь работать с специальными программами, которые позволяют нам создавать 3D-объекты. И также нужно уметь работать с освещением. Вы видите, что у нас есть и в первом и втором пункте пункт упоминания освещения, и я хочу сразу отметить, что это разные вещи немножко. То есть в 2D, когда мы говорим о свете, мы имеем в виду, что художник должен уметь как раз-таки на нашем плоском рисунке отобразить все изгибы, правильно отобразить тени, чтобы наш персонаж выглядел объемно, поскольку в игре это будет плоский объект, на который свет будет падать, но по сути он будет падать равномерно. Поэтому нам нужно отрисовать все эти тени уже от руки. В 3D же наоборот, но и тени не отрисовываем, потому что тени у нас появляются в процессе игры. Нам очень важно настраивать освещение, чтобы наши тени выглядели корректно и красиво. Поэтому важно понимать эти отличия. Программисты. Самая такая, наверное, распространенная специальность. Тут также можно получить образование в госучреждениях и на курсах. Но у нас пока что нет госучреждений, которые обучали бы конкретно разработчику игр. Там обычно получают какое-то обобщенное образование, и там будет довольно много лишней информации, которая вам может даже и не пригодиться. Самое главное, что вам понадобится, если вы хотите быть разработчиком игр, это опыт работы с каким-то конкретным игровым движком и знание языка программирования, которые используются в этом движке. При этом хочу отметить, что знание математики, конечно же, не является никаким требованием к разработчику. Это будет полезным, конечно, навыком, но в целом вам отсутствие знания математики никак не помешает создать какую-то уникальную, интересную игру. И гейм-дизайнер. Это, пожалуй, самый сложный вариант, если вы его выберете, поскольку гейм-дизайнер – это очень сложная специальность, где необходим реальный опыт работы. И, соответственно, без опыта работы вас вроде кто-то возьмет на такую позицию в компании. Потому что для того, чтобы формировать какие-то интересные идеи, нужно, чтобы у вас до этого был какой-то опыт успешных идей, которые вы придумали. И поэтому часто бывает так, что специальность гейм-дизайнер приходят из предыдущих двух специальностей – это художник или программист. То есть они некоторое время работали в компании и потом решили, что им нравится не создавать какие-то механики или модели, а вот именно придумывать новые идеи, контролировать выполнение процесса, создавать какие-то концепты и новые задумки. Тут, конечно, очень важно иметь творческое мышление и желательно, чтобы у вас был опыт в участии в разработке игры или в проектировании игры. Давайте мы поговорим про курсы, потому что я в каждом пункте упомянул, что вы можете получить обучение на курсах и почему я считаю курсы хорошим вариантом для обучения. Нужно, конечно, помнить, что курс курсу рознь, курсы бывают разные, но в целом нельзя не отметить, что курс позволяет нам получить конкретные знания за очень короткий промежуток времени, потому что мы не отвлекаемся уже на изучение дополнительных каких-то дисциплин, как, например, в университете, когда у нас преподают историю, русский язык, литературу и так далее. А мы изучаем конкретно то, что нам нужно, например, конкретный движок, конкретный язык программирования, и поэтому мы получаем знания быстрее, и у нас, получается, не будет забита голова лишними знаниями. Также на курсах зачастую очень, в отличие от госучреждений, гораздо большее количество практики. То есть мы создаем игры почти на каждом уроке и на практике закрепляем все знания, которые мы выучили из теории. Также плюс курсов, что у нас есть связь с ментором, то есть мы можем задавать вопросы как касающиеся уроков, так и касающихся в целом разработки игр, то есть просить, как, например, опубликовать игру, какие есть советы в плане монетизации и так далее. То есть это просто полезное знакомство, с кем можно уже обсудить реальное ведение своего игрового бизнеса. И также у нас есть создание портфолио, то есть мы создаем какие-то игры на практике, и в дальнейшем мы можем их показать нашему потенциальному работодателю, что у нас есть опыт, вы можете нас взять с большей вероятностью, потому что у нас есть уже конкретные проекты, которые мы даже, возможно, опубликовали. Теперь, что касается работы. Я выделил три вида площадок, где можно найти себе работу как разработчику игр. Первый тип площадок – это площадки, где размещены вакансии. То есть это просто обычный поиск работы, где мы устраиваемся в какую-то конкретную компанию. Например, тоже самое ХРУ. Либо же мы просто размещаем свою вакансию, нас потом приглашают на работу. Второй тип – это площадки для фриланс-заказов. Я думаю, что с фрилансом уже все знакомы. Мы просто приходим на площадку, на эту биржу заказов, выбираем заказ, пишем заказчику, что мы готовы заказ выполнить, говорим, что у нас есть опыт в этой сфере. И если нас выбирают, то мы делаем заказ, получаем деньги и все. Так вот раз за разом выбираем заказчика, который нам больше нравится, если мы работаем. И третий вариант, один из самых моих любимых – это что мы можем разместить какой-то свой продукт на маркетплейсе. Именно какой-то ассет. То есть мы с вами можем, если мы художники, создать 3D-модель какую-нибудь или же 2D-модель. Если мы программисты, мы можем создать какой-то шаблон для игры или же какой-то инструмент для других разработчиков и распространять его платно на каких-то маркетплейсах. Например, у Unity есть свой маркетплейс, и мы можем там продавать свои наработки для других разработчиков, чтобы их жизнь облегчить. И таким вот образом получать пассивный заработок, просто один раз опубликовав свой продукт. И то, что касается типа занятости. По типу занятости есть всего 5 типов, которые я вижу. Это работа в конкретной компании. То есть вы просто устраиваетесь, вас берут на должность, и вы выполняете ту работу, которую вам дают. Второй тип, на котором я хочу внимательно акцентировать ваше, это стажировка в компании. Очень много я слышал о том, что люди не хотят работать за бесплатно в качестве стажера, потому что считают от отраты времени. Но я вам рекомендую, если у вас появится возможность попасть на стажировку в какую-то компанию, соглашаться, потому что вы получите нечто более ценное, чем деньги. Это опыт. Вы будете включены в реальный процесс разработки, и у вас будет понимание, как это все устроено изнутри. Это гораздо дороже, чем деньги, которые вам платили бы как начинающему разработчику. Поэтому это имейте в виду. И зачастую, если вы себя будете хорошо показывать, буквально через месяц вас уже могут взять на полноценную должность в штат. Также есть вариант работы сторонним разработчиком. Это уже более для опытных разработчиков вариант. Но если вы какой-то опыт имеете, вы свою вакансию размещаете на каком-то сайте, и в дальнейшем, если какой-то компании понадобится ваша помощь, например, часто бывает так, что в игре нужно разработать какую-то механику, и для этого специалистов компании нет. И чтобы не нанимать его на постоянную основу, они просто обращаются к сторонним разработчикам и заключаются с ними контракт, например, на 6 месяцев, чтобы эту механику разработать, и в дальнейшем все. Нам уже этот разработчик понадобится, и вы будете таким контрактником, который просто выполняет временную работу в компаниях. Четвертый вариант – это фриланс. Я думаю, что, опять же, вы все знакомы с этим термином, тут ничего объяснять не нужно. Берете заказы на бирже, выполняете их, получаете деньги. Все просто. И пятый пункт – это создание собственных проектов. Самый тоже интересный пункт, где вы получите опыт всех этапов разработки игры, где вы будете создавать игру из своего концепта, который вы придумаете, потом вы будете ее публиковать, проходить модерацию, исправлять ошибки, получать обратную связь и получать первые деньги за монетизацию в вашей игре. Я всем вам рекомендую, независимо от того, какую вы специальность для себя выбираете, попробовать запустить хотя бы один-два своих проекта, чтобы пройти этот путь от нуля, где у нас нету игры, до конца, где у нас с вами игра уже публикована, и в нюх играют реальные игроки. Потому что у вас появится целый путь, который вы пройдете, и вы сможете проанализировать, какой участок этого пути вам больше всего понравился. То есть вы можете для себя понять, что вам больше нравится, например, не разработка как программисту, а именно публикация, монетизация, разработка систем для аналитики, сам анализ непосредственной игры. То есть возможно вам будет нравиться работать именно продюсером игровым, нежели разработчиком. Поэтому этот процесс рекомендую всем пройти, чтобы понять, где вам больше нравится работать. Подробнее мы об этом будем говорить чуть больше в презентации, поэтому там также к этому пункту вернемся. И также отмечу будет полезно для вас знать градацию специалистов в сфере разработки. Это касается не только разработки игр, но и разработки в принципе ПО, сайтов, неважно, любых разработчиков. У нас есть обычно четыре основных уровня. Это интерн, стажер, то есть он обычно не имеет никакого опыта, или он очень маленький, и он работает как раз таки с целью обучения. Пытается одновременно какую-то работу выполнять, чтобы быть полезным, и при этом обучается. Джуниор. Это, по сути, первая ступенька полноценного разработчика. Это работник, у которого есть какой-то опыт минимальный, какие-то минимальные знания, чтобы выполнять какое-то задание по указанию начальника. То есть, например, ему дают задание сделать перемещение, и дается описание, как это сделать. Все, и он выполняет задание самостоятельно. Это уже Джуниор. Следующий шаг – это Миддл. Миддл – это, по сути, тот же самый Джуниор, но у которого гораздо больше опыта, и поэтому он может выполнять задание уже без каких-то указаний. То есть, ему просто говорят сделать то, и он сам выбирает, как это лучше реализовать. У него есть опыт, как что лучше работает, и поэтому он может выбирать лучшие варианты решения реализации разных механик. Ну и последний такой шаг для достижения полного мастерства – это Синьор. Синьор, по сути, является программистом, который достиг максимального уровня. То есть, он уже досконально знает ту среду, в которой он разрабатывает. Он хорошо разбирается в программировании и в ведении, в принципе, проектной деятельности. Он способен находить решения даже для самых сложных проблем. Поэтому главный такой фактор, который определяет этот навык – это именно опыт. То есть, он просто очень много времени работает в игровой индустрии, поэтому он понимает, что к чему, и способен выполнять самые сложные задачи самостоятельно. И отдельно я вынес Тим Лида. Тим Лид – это, по сути, не градация, а как раз-таки просто должность, вернее. Но на нее часто берут именно как следующим шагом. То есть, вы достигаете Синьора, работаете Синьором, и после этого вас начинают обычно Тим Лида. То есть, вы уже управляете командой. Поскольку у вас, опять же, большой опыт, вы создаете план разработки, вы контролируете эту разработку, говорите, что мне нужно исправить. Просто следите за общим выполнением качества хода. Так, теперь давайте поговорим про заработок. Самое интересное и важное, что есть у нас в любой работе. По поводу монетизации игры. В случае с мобильными играми у нас есть пять вариантов монетизации. Первый вариант – это встроенная реклама. Когда мы просто встраиваем какую-то рекламу, и она нам приносит за каждый просмотр какую-то оплату. То есть, например, это видео-баннер или обычный статичный баннер внизу экрана. И она просто показывается либо раз в минуту, раз в пять минут. Если баннер, то он может быть на постоянной основе показан в игре. Также есть нативная реклама. Это реклама, которая не является как таковой рекламой напрямую. Это скорее, когда у нас само приложение является частью рекламной акции. Например, раньше очень часто компания Coca-Cola делала свои игры. Компания Йогуртовский Летон тоже делала свои игры. И по сути, там не было цели заработать на игре. Там была цель как раз-таки пререкламировать свой продукт через игру. Есть реклама за вознаграждение. Это та же самая реклама, как в первом пункте. Видеореклама, например. Но мы тут обещаем игроку за просмотр рекламы до конца. Например, если мы просмотрим видеоролик 30 секунд, то мы какую-то интересную вещь ему предложим заметку. Например, 50 монеток. Или же дадим ему оживление на уровне, где он погиб. И так далее. Такая реклама обычно ценится гораздо больше. Четвертый тип – это инап. Это покупки, которые устроены в игру. Которые совершаются, самое главное, за реальные деньги. То есть это, по сути, просто донат, когда игрок может реальные деньги напрямую разработчику предоставить и какую-то вещь взамен получить в игре. И пятый тип, тоже такой обычный – это оплата за покупку. То есть мы просто делаем свою игру платной, и чтобы в нее поиграть, ее нужно купить. Тут важно учитывать, что каждая вид заработка может отличаться от региона, особенно реклама. Реклама оценивается в зависимости от провайдера и от региона, где она показывается. Это тоже нужно учитывать при размещении такой рекламы и игры на какой-то площадке. В играх на консолях и ПК меньше вариантов рекламы. Ну, возможно, и до них тоже доберется скоро встроенная реклама в видео. У нас есть нативная реклама, встроенные покупки, то есть донат, и оплата за покупку игры. У нас все привычно. Все это нам уже давно знакомо, я думаю. Что касается зарплат, не будем на каждом подробно останавливаться. Я привел здесь статистику, которая соответствует актуальным зарплатам именно в регионе наших ближайших стран СНГ, если это корректно так выразится. То есть в Европе и Америке будет побольше суммы, но в целом это актуальные данные на сегодняшнее время, сколько можно заработать разным специалистам в сфере геймдева. Вы можете либо сделать скриншот, либо доступ к этому видео у вас останется, поэтому можете потом детально с этим ознакомиться. Так, теперь давайте мы перейдем от теории ближе к практике. То есть что делать нам, как обычным разработчикам, если мы хотим создать игру? Нам для начала нужно выбрать какой-то движок. И как это вообще сделать? Поскольку их довольно много, давайте для начала мы с вами разберемся, что такое игровой движок. Игровой движок – это, по сути, программа, которая позволяет нам создать игру. Это если совсем просто. Если сложнее, то, по сути, это как отдельная операционная система, которая помогает взаимодействовать в вашей программе с аппаратной частью компьютера. Она выделяет память необходимую в компьютере, она заставляет обрабатывать видеокарты ваши кадры и производить вычисления в процессоре. То есть, по сути, мы создаем просто какую-то игру, и игровой движок ее запускает на каком-то устройстве, например, на телефоне или на компьютере. Но у нас довольно много игровых движков, и довольно много их бесплатных, поэтому давайте мы с вами рассмотрим три варианта, которые я бы хотел, в принципе, так обсудить, которые сейчас на текущем моменте являются интересными, и обсудим, какие у них есть плюсы и минусы. Первый вариант, который я хочу выдвинуть на рассмотрение, это Godot. На самом деле, он на текущем моменте не самый популярный, но потому что он сейчас самый молодой. Он выпущен впервые в 2014 году. Это довольно рано считается для движка, потому что тот же Unity был выпущен в 2005, а Unreal Engine в 98 даже. Поэтому такой у нас очень молодой движок, и пока что он еще не успел раскрыться, но я думаю, очень важно его взять на рассмотрение прямо сейчас. Он поддерживает очень много разных языков, то есть тут нету повода конкретного языка, можно писать на том, который вы знаете. Он полностью бесплатный, и у него очень много обновлений, то есть он продолжает развиваться даже на текущий момент. Но из-за того, что он довольно новый, и все еще находится, грубо говоря, на этапе развития, у него есть соответствующие минусы. Это в том, что это те, что у него нету какой-то востребованности на современном рынке, очень мало вы найдете сейчас вакансий по этому движку. И у нас нету никаких примеров крупных и успешных игр, которые создавались на этом движке. Поэтому я бы предложил этот вариант просто иметь в виду, но понимать, что пока что разрабатывать на нем может быть для новичка довольно сложно. Это скорее для тех, кто уже довольно опытен в разработке, хочет что-то новое попробовать. Второй движок – это прямо мастодонт от мира движков. Он один из самых крупных, один из самых популярных. Это Unreal Engine. По сути, это эталонный движок для разработки крупных игр. Потому что даже сейчас на нем разрабатывают крупные игры. Например, на нем планировали разрабатывать следующую часть «Ведьмака». На нем разрабатывали Borderlands. И на самом деле у него очень много преимуществ. Он активно развивается. Он так давно вышла пятая версия движка. У него есть много новых технологий, которые есть только у этого движка. Например, что касается именно оптимизации открытых миров. На нем создаются очень много крупных проектов. Он мультиплатформенный. То есть на нем можно создавать игры для консолей, например. И там есть поддержка визуального программирования. То есть это может быть полезно для тех, кто боится начинать писать код, кому это очень сложно воспринимать. Там есть визуальное программирование, которое может к этому помочь в плане внедрения в разработку. Также там есть свой Marketplace, где вы можете покупать какие-то ассеты и свои распространять. И также он очень востребован на рынке трипл-игр, то есть на рынке крупных игр. И отчасти его недостатки сформированы из его преимуществ. Из-за того, что он рассчитан на крупные проекты, у него довольно высокий порог входа. То есть новичку там будет довольно тяжело освоиться. У него более сложный интерфейс, если мы будем сравнивать его с Unity. Также нужно учитывать, что у него royalty 5%, то есть он забирает 5% с вашего дохода, если вы зарабатываете на своей игре больше 1 миллиона долларов в год. Он более требовательный к компьютеру, то есть, возможно, не у всех даже получится его запустить, если у вас довольно слабый компьютер или ноутбук. И у него Marketplace не такой наполненный контентом, как у Unity. То есть там гораздо меньше можно найти бесплатных и даже платных вариантов ассетов. Также это может быть полезно для вас, если вы собираетесь разрабатывать игры для телефона или для браузера. Сборка игры, конечно, на Unreal обычно весит в два раза больше, чем в Unity. Поэтому это тоже может быть для вас веская причина отказаться от движка, поскольку очень часто требование такое, что игра не должна весить больше 100 мегабайт, например, на некоторых площадках. Так, и что касается Unity. Давайте мы в первую очередь отметим то, что Unity на текущий момент является самым востребованным движком в СНГ и самым востребованным движком в мире для мобильных игр. Это, на самом деле, много с чем связано, например, с тем, что он максимально мультиплатформенный. То есть по сравнению с Unreal Engine, у него гораздо больше платформ. На нем можно создавать игры почти для всего, что есть на текущий момент на рынке. То есть для компьютеров это Windows, Mac, Linux, для телефонов на iOS и Android, для Nintendo Switch, для PlayStation и для Xbox. То есть почти что на любую, если можно даже на любую платформу, на нем можно создать сейчас игру. У него есть свой Marketplace с огромным количеством бесплатного и платного контента. То есть, по сути, если вы программист и не умеете создавать красивые 3D-модели, вы можете их просто покупать и создавать игры. И даже не покупать, а бесплатно выбирать там кучу бесплатного контента. Вы можете также надеяться на то, что любая ошибка, которая у вас в процессе разработки возникнет, скорее всего, уже решена. Потому что у Unity очень большое сообщество, очень много форумов по решению разных проблем. То есть вы можете задавать вопросы. Ну, даже, скорее всего, вы найдете решение своей проблемы даже без задавания вопросов на форуме, потому что, говорю, что там почти каждую версию становится новой ветки на форумах, и все это обсуждается, все решения проблем уже, грубо говоря, написаны. Также у него гораздо меньше проб входа, то есть на нем гораздо легче научиться, чем на том же Unreal Engine. И в качестве языка программирования у нас C Sharp. Это очень полезно, то есть мы в процессе обучения Unity будем еще и узнать, в конце концов, C Sharp язык программирования, который может вам пригодиться в других сферах разработки игр или даже просто программирования. Что касается минусов, к сожалению, джог не идеален. Это то, что у нас есть подписка платная, начинающаяся от 400 долларов в год за одного человека. Но только при условии, если у нас игра зарабатывает больше 100 тысяч долларов в год. Но я думаю, что если у вас игра будет зарабатывать 100 тысяч долларов в год, вам будет не жалко отдать 400 долларов за лицензию. И также минус еще в том, что есть дополнительные инструменты, которые, как раз таки, являются платными, которые открываются после подписки. Но за три года работы с Unity я не ощутил себя каким-то ущемленным из-за того, что этих инструментов у меня нет. Поэтому это минусы, скорее, уже на более таких поздних этапах разработки. И по текущим соотношениям плюсов и минусов у нас выходит так, что Unity – это однозначно лучший движок по соотношению легкость входа, то есть легкость обучения, и возможности конечные, которые мы получим после обучения на этом движке. И давайте мы рассмотрим, какие игры были разработаны на Unity, чтобы примерно понимать, что на нем можно создать. Потому что довольно часто за Unity тянется шлейф того, что это движок для мобильных игр, и на нем якобы нельзя создать крупные и интересные проекты для компьютера. Первым давайте рассмотрим игру Pokemon Go. Это, на самом деле, игра, разработанная также на движке Unity. И она запустилась изначально как первоапресская шутка, чтобы на Google Maps отображались иконки покемонов, и их можно было собирать. Но в дальнейшем получилось так, что они получили огромный фидбэк от игроков, и им это очень понравилось. И они создали целую отдельную игру в расширенной реальности. Кстати, Unity также позволяет нам делать игры не только в 2D или 3D, но и в расширенной реальности также. И они создали игру с помощью Unity и заработали огромное количество денег, огромное количество игроков, просто довольно быстро реализовав свои идеи с помощью движка Unity. Игра Hearthstone на текущий момент стала популярной карточной игра. Ее разработала компания Blizzard. У них есть карточная игра реальная, которую можно купить в магазине. И они решили эту игру перенести в компьютер, грубо говоря, чтобы можно было в компьютере играть в эту карточную игру. И они выбрали своим движком именно Unity. Как раз таки на что я хочу ваше внимание обратить, что мы сейчас не просто рассматриваем, какие интересные игры есть в целом на Unity, но и то, что у компании Blizzard был свой собственный движок, и они могли по идее на нем разработать уже свою собственную игру про карту. Но они выбрали именно Unity. То есть мы должны понимать, что крупные разработчики обращают свое внимание на Unity все больше и больше, и нам тоже стоит это учитывать. То есть они проявляют свое доверие к этому движку, и мы также можем с большей уверенностью говорить, что Unity – это хороший выбор даже для новичка и для такого уже более продвинутого профессионального разработчика. Также игра SuperHat. Она довольно популярная. Ну, по крайней мере, была годы в 15-м. Ее создали поиски разработчики. Они изначально ее создали на 7-дневном конкурсе, где нужно было за 7 дней создать свою собственную игру. Они создали примерно 3 уровня, и она так понравилась, что они, само собой, победили. И они сразу создали на Kickstarter сбор средств на разработку и собрали за все время больше 200 тысяч долларов. Само собой, они не игру создали, и она после этого также себя отлично показала. Она очень долгое время была в рекомендациях в Steam. Следующая игра – BitCyber. В плане разработки это такой довольно типичный кейс, то есть обычная история разработки. Разработчики посмотрели на текущий рынок, поняли, что очень мало интересных игр для VR, и решили, что Unity будет отличным движком для того, чтобы создать игру в этом жанре на платформе VR. И просто создали игру, в которой у нее было конкурентов, и поэтому она стала тоже очень популярной. Escription Parco – пример крупной, сложной игры, в которой очень много расчетов физики. Она очень сложная в плане именно своей структуры, своего геймплея. И опять же выбрали движок Unity, тоже неспроста. Потому что они всем требованиям были удовлетворены. И, кстати, тоже интересный факт, что создатель, основной директор компании, которую разрабатывали, Аськи Фонтарков, Никита Буянов, изначально занимался как раз-таки разработкой игр для браузеров и для мобильных игр. То есть я тоже вам всем рекомендую начинать именно с таких, с простых игр, чтобы поскорее этот путь от начала до конца самостоятельно пройти, и потом уже выяснить, какие направления вам нравятся, какие игры вам больше нравятся создавать. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть конечный факт. Одна из самых популярных игр, наверное, за все время текущее. Разработчики также долгое время игру разрабатывали без огласки. И в конечном итоге они выбрали движок Unity как финальный движок для разработки. Это тоже мы будем учитывать, что такие крупные разработчики выбирают движок для создания своих игр. Так, окей, давайте мы теперь предположим, что мы научились разрабатывать игры. Мы с вами знаем хорошие примеры, мы с вами обеспечиваем примерный план, как нам научиться и найти работу. Но предположим, что мы с вами создали свою игру, и что нам делать дальше? Очень много я встречал разработчиков, которые доходили до момента, когда они свою игру создали, но потом не могли понять, как им дальше ее продвинуть, лишь как им в принципе куда-то разместиться и наконец-то получить награду за свои труды и обратную связь за свою игру. Я привел вам самые популярные и рекомендуемые площадки для публикации игр. Давайте мы сейчас коротко про каждую поговорим. Первый – это Play Market. Не рекомендую сюда заходить новичкам, потому что там очень много игр публикуются и, скорее всего, вашу игру просто не заметят. Это скорее уже подходит для публикации второй, третий, четвертой игры, когда у вас будет больше опыта, и вы сможете правильно привлекать внимание к своей игре и даже возможность закупать трафик для привлечения игроков. App Store – это, по сути, то же самое, что и Play Market, но уже для техники Apple. Здесь очень важно понимать, что у нас для того, чтобы собрать сборку для App Store, нам нужна техника Apple, то есть либо MacBook, либо компьютер на macOS. Steam и Epic Game Store – это для ПК-игр, само собой. Но это тоже просто, чтобы вы имели в виду, чтобы вы знали, что спокойно можно и там игры в сфере публиковать. Но это тоже уже больше для такого, больше для подлинного уровня разработчика. А вот что я вам рекомендую делать в качестве выбора первой площадки – это выбирать либо Яндекс.Игры, либо H.I.O. это площадка, где можно разместить свою браузерную игру. И на Яндекс.Играх очень легко пройти модерацию. Там вам будут подсказывать, например, что нужно исправить, чтобы пройти модерацию. Там очень легко встроить в свою игру рекламную сеть Яндекс. И уже за счет показа рекламы от Яндекса зарабатывать. И, в принципе, у вас игра будет опубликована. Ее опубликуют сразу в раздел «Новинки». И вы стабильно за месяц нахождения вашей игры в этом разделе вы получите минимум тысячи игроков, просто привлеченных, потому что Яндекс.Игры рекомендуют, которые только были добавлены на них в площадку. Поэтому Яндекс.Игры – это отличный выбор для начинающего разработчика, чтобы получить обратную связь. И попробовать, в принципе, каково это – встраивать рекламную сеть в свою игру и каково это ее, в принципе, монетизировать. Также нужно отметить, что есть вариант издателя, когда мы свою игру создали и издаем ее не самостоятельно, а через издателя. Обычно они берут 30% с прибыли. Это очень важно, что там, конечно, от каждого из этих зависит, но примерно 30% будем считать. Они занимаются тем, что просто вашу игру берут и сами ее публикуют на разные площадки. Они вам также могут помочь с тем, что вам будут предоставить DevKit. Это специальный набор для разработчика, например, от какой-то консоли. То есть если вы хотите сделать игру для PlayStation, вам могут предоставить DevKit PlayStation, и вы на ней сможете протестировать вашу игру, как она будет работать на консоли. Они вам могут помочь с маркетингом и локализацией, то есть они могут ее перевести на разные языки, чтобы как можно больше аудитории охватить. И помогут вам с маркетингом, то есть они будут вашу игру рекламировать. Также если они на салу вашу игру увидят, они могут привлечь инвестиции, поскольку они сами заинтересованы, чтобы получить больше прибыли с вашей игры, поскольку они получают фиксированные проценты, поэтому они также будут вам поддержки помогать. Ну и плюс они также могут портировать на разные платформы вашу игру. То есть вы издали ее для компьютера, а они просто ее пересоберут и выпустят на разные другие платформы. Плюс издатель в том, что вы с себя снимаете эту работу, во-первых, и во-вторых, у него есть связи, опыт, и поэтому это сделать просто быстрее напросто. К тому же, если вы как самостоятельный издатель пойдете выпускать свою игру на PlayStation, вам, скорее всего, откажут, потому что к вам нет никакого доверия, и ее будет очень долго, скорее всего, в модерации мусолить, и в конце концов просто придет отказ. Поэтому рекомендую вам тоже задуматься о таком варианте публикации. Теперь разберемся, как привлечь аудиторию к игре, которую вы уже создали и разместили. Очень важно начинать собирать свою аудиторию заранее. Для этого я рекомендую вам участвовать в гейм-джемах, чтобы привлечь к себе внимание как со стороны обычных игроков, так и со стороны работодателей. Гейм-джем, если кто-то не знает, это такие мероприятия типа конкурсов, когда у вас за какой-то срок времени стоит задача создать какую-то игру по какой-то тематике. Обычно название темы говорит как раз-таки в самом начале гейм-джема, чтобы ни у кого не было возможности заранее подготовиться. И в качестве подарка победителю там много бывает призовых мест по разным категориям, и всем призерам могут выдавать разные призы. То есть там могут быть просто деньги, могут быть контракты с крупными фирмами, то есть вас могут взять на стажировку в какую-то крупную компанию игровую, вам могут предложить какое-то бесплатное обучение за рубежом, грантное обучение, или же могут просто подарить какое-то комплектующие, дорогостоящие для компьютера, чтобы вы могли разрабатывать более качественные игры на мощном компьютере. Также нужно ввести в соцсети обязательно, чтобы у вас была аудитория, и к моменту релиза вашей игры вы могли ее направить по ссылке к вашей игре, чтобы у вас уже получился такой первый набор отзывов и оценок для вашей игры. Есть вариант размещения на краудфандинге, когда вы собираете инвестиции для вашей игры, то есть чтобы ее оценили, инвесторы могут заинтересоваться в вашей игре и проинвестировать ее для создания конечного. Но сюда нужно идти, опять же, уже более опытно, и когда у вас есть уже такая хорошая игра, по которой можно понять, что она реально может выстрелить. И закупка трафика. Тоже для опытных разработчиков вариант, когда мы создали, публиковали игру, и скупаем рекламу, чтобы просто привлечь аудиторию к нашей игре. Вот такие довольно простые способы, как можно аудиторию привлечь. Теперь давайте для тех, кто никогда в своей жизни ничего не видел игрового движка, мы запустим проект и посмотрим просто, как он выглядит внутри себя, посмотрим интерфейс, и после перейдем к ответственным вопросам. В качестве примера я покажу довольно простую игру, потому что нам нужно всего лишь познакомиться с интерфейсом. Давайте я вам ее запущу, чтобы мы примерно понимали, что она из себя представляет. Это игра, где мы можем с вами катать нашего игрока, вот так вот по полю, и наша задача просто избегать столкновения с какими-то игровыми объектами. Вот если мы этим не столкнуемся, то мы погибаем, и наша задача будет либо за на уровень перебросить, либо купить возрождение за внутриигровую валюту. Если же мы пройдем до какого-то конечного финиша, то мы переместимся на новый уровень. Вот такая вот простенькая игра, но наша задача славно именно познакомиться с интерфейсом, чтобы когда вы с ним познакомитесь, когда вы будете с ним знакомиться уже при обучении, вы примерно уже были готовы к тому, чего стоит ожидать. Так, у нас в большинстве вершков примерно вот такая же картина одинаковая. У нас с вами есть сцена, где мы проектируем уровень, составляем ли вы из каких-то объектов. У нас есть с вами иерархия объектов на нашем уровне, которые мы тут можем выбирать, перемещать и создавать новые. Давайте я выберу нашего игрока-плеера. И справа мы можем видеть компоненты нашего объекта. По сути, каждый объект представляет из себя просто пустышку. Я могу создать пустой объект, и это будет объект, в котором нет никаких компонентов. Просто данные о том, где он находится в игровом мире. И как раз-таки, когда мы добавляем на наш игровой объект разные компоненты, он начинает обладать разными свойствами. Например, мы можем добавить ему механику перемещения, добавить ему звуки и так далее. Также с разными игровыми объектами. То есть мы можем создавать новый игровой объект, размещать его на нашем игровом уровне. И тем самым как-то уже влиять на нашу игру. То есть нам нужно единожды как-то написать скрипт, и в дальнейшем просто проектировать новые уровни для нашей игры. У нас тут также есть файлы. Мы можем с вами с ними взаимодействовать. Это файлы нашей игры. У нас есть возможность наши объекты, которые мы создаем, сохранять файлы. Потом просто их вносить на игровой уровень, когда они уже сохранены в качестве отдельного файла. Вот таким образом мы можем просто объекты добавлять, как-то их изменять. И наделять разными свойствами через добавление разных компонентов. Например, что я добавил нам на пути вот такой блок, и теперь мы не сможем пройти дальше по уровню. То есть довольно просто с ним взаимодействовать. Наша главная задача научиться это делать именно грамотно, научиться писать программу. А сам игрок по себе довольно просто в обращении. И я уверен, что вы все очень быстро научитесь взаимодействовать с ним, если будете учиться именно с помощью Unity, разработки игр. На этом моя часть подходит к концу. Я хочу передать слово менеджеру, который расскажет вам про новый курс, который будет запускаться в Академии. А уже после мы ответим на ваши вопросы. Спасибо большое, Кирилл. Вот такая увлекательная, очень информативная презентация. Надеюсь, вам всем понравилось. Буквально пару минут хотела бы уделить небольшой моей презентации. Во-первых, хотела бы рассказать о том, кто мы, то есть что себе представляет наша IT-школа. Мы, наша школа, ZEP Academy, является участником техорды. То есть в данный момент у нас уже запущено 10 различных курсов в этих направлениях. Есть своя платформа для обучения. Мы сотрудничаем с различными университетами в регионах. И также у нас есть своя библиотека IT-курсов, которую мы вот на днях будем запускать. И одним из курсов, который мы будем запускать, как раз таки является разработка игр на Unity и США, которая будет доступна на двух языках, на русском и на английском. То есть курс был записан нашим иностранным специалистом и был локализован на русский язык здесь. На курсе вы познакомитесь с процессом разработки игр, в особенности мобильных игр на Android с помощью различных примеров на Unity. То есть этот курс полностью рассчитан на новичков. Абсолютно не нужно иметь каких-то заранее знаний, либо знать какие-то другие языки программирования. По количеству уроков, 90 записанных в видео, в общем количестве 10 часов обучения. И по окончанию вы получите электронный сертификат с логотипами наших различных партнеров. На протяжении курса, что самое интересное, вы сможете создать целых 8 примеров мобильных игр на Unity. То есть изучите полный процесс, как создавать свою игру с различными примерами. То есть эти 8 игр будут все отличаться друг от друга различными видами игр, то есть техниками игр. Им будут на различные темы создаваться эти игры. Помимо этого, вы, как вот упоминал Кирилл, в сфере мобильных игр существует множество различных примеров, как можно монетизировать игру. Это тоже будет пародичные курсы. Как можно встраивать рекламу и зарабатывать на ваших играх. И, конечно, самый интересный вопрос, сколько же стоит данный курс. Курс является бесплатным. То есть после этого слайда будут наши контакты. Вы сможете написать, если вас заинтересовал курс. И на основе теста мы будем раздавать бесплатные места. Тест этот не будет рассчитан на уровень ваших знаний в плане разработки. Он будет, в общем, о том, насколько вы заинтересованы в сфере игр, на какие-то общие вопросы. Мы просто хотим, чтобы самые лучшие, заинтересованные люди обучались на нашем курсе. Также вы получите доступ, абсолютно бесплатный доступ, на три месяца на то, чтобы пройти весь курс и получить онлайн-сертификат. Это наши контакты. Сейчас я продублирую их в чат. Это наш веб-сайт. У нас есть Telegram, WhatsApp. Вы можете написать нам. И далее мы вас проконсультируем, если у вас еще остаются вопросы. Спасибо большое. Теперь Кирилл может ответить на все оставшиеся ваши вопросы по презентации. Да, вы можете писать свои вопросы либо в чат, либо же задавать их голосом. Я на все готов ответить. Никакого не осталось никаких вопросов. То благодарим всех за участие. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас останутся какие-либо вопросы, можете... А, вот, пошли вопросы. Но вы всегда можете написать нам на WhatsApp или в Telegram. И также запись вебинара будет отправлена всем участникам. Так, по поводу Таркова, да, можете свои вопросы написать или озвучить. Озвучить можно, да? Здравствуйте всем. Здравствуйте. По поводу Таркова хотел спросить. Наверняка вы знаете. Автор, разработчик где-то в интервью сказал о том, что пожалел... Пожалел Unity. Пожалел свой выбор, выбрав Unity. Но подробностей не сказал. Да, я много тоже слышал. Я даже, конечно, не от самого разработчика, нет, самого главного разработчика Никиты Буянова слышал это. Я слышал это больше от игроков и тех, кто сделал обзор на игру. Действительно, Unity может не подходить под разные специфики некоторых игр. Но по частным требованиям он, конечно, отвечает. И у них самая главная проблема, с которой они столкнулись, это с невозможностью масштабирования своей игры. Потому что их конечная цель была все их отдельные локации, которые сейчас расположены на разных уровнях, объединить в одну. И чтобы можно было между ними переходить как по одному большому открытому миру. И как раз таки в процессе, когда они пытались их соединить, они поняли, что открытый мир создавать в Unity гораздо сложнее, чем, например, на каком-то другом движке. В этом плане я с ними соглашусь. Действительно, открытый мир на Unity создать сложнее, чем на Unreal Engine. Но это, конечно, возможно. И они по-прежнему остаются на Unity. То есть они пожаловались, но в целом не поменяли своего решения. Они до сих пор разрабатывают и дорабатывают открытый мир именно на Unity. Конкретно, что их не устроило, я, к сожалению, не слышал, не могу сказать. Все, хорошо, спасибо. Ну, Стэп, большое всем спасибо, что вы были на нашем мастер-классе. Если есть вопросы, можете их задавать в WhatsApp. Надеюсь, что вам все понравилось и было интересно. Еще раз всем спасибо за участие.